Марина Ульянова – молодой и перспективный врач-терапевт Щелковской областной больницы. Из множества узких специальностей она выбрала лечебное дело, чтобы, как сама говорит, больше узнать о болезнях человека. Детство Марины прошло на Северном Кавказе. В 16 лет она приняла решение уехать из Нальчика учиться в Москву. Мне хотелось знать и хирургию, и гинекологию, и терапию, и пульмонологию, и всё-всё-всё. А терапия, она всё собирает. За год работы здесь я узнала очень много нового, я научилась общаться с людьми. Талантливая выпускница медицинского факультета РУДН, получив диплом, устраивается врачом-терапевтом во взрослую поликлинику номер один. Первый год для Марины Ульяновой выдался трудным вдвойне. Новое место работы, много прикреплённых пациентов, а тут ещё и пандемия. Поток людей рос на глазах. Как и тысячи российских медиков, она оказывала помощь больным с тяжёлой формой пневмонии. Два с половиной месяца работала в ковидном отделении. Сначала на улице Парковой, потом в больнице на Краснознаменской под руководством врача-анестезиолога-реаниматолога Сергея Малыхина. Я ещё где-то неделю, наверное, думала. Мы взвешивали все «за» и «против». В итоге решили, что, ну, если уж позвали, надо проявить себя. Искали врачей. Ну, как сказал мой муж, кто, если не ты, тогда туда пойдёт. Непростое решение Марина Евгеньевна поддержало руководство поликлиники. Как бы тяжело нам не было без неё здесь, я очень горжусь, что она туда ушла, потому что я слышала не только положительные отзывы, так как сама являлась немножко досотрудником того же отделения. С родными Марина общалась по скайпу и по телефону. Близкие, как могли, поддерживали. За оказание помощи больным с коронавирусной инфекцией губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил Марину Ульянову к награде – знаку преподобного Сергия Радонежского. Этим крестом отмечает тех, кто ведёт особо плодотворную, государственную, благотворительную и общественную деятельность. В 25 лет, по-моему, такие награды – это нечто прям высокое. Тем более за год работы, в моём понимании, я ничего такого особенного-то и не сделала. То есть я просто выполняю свою работу. По наставлению коллег Марина Евгеньевна приняла решение продолжить учёбу в ординатуре РУДН. В свободное время врач занимается творчеством, руководит экспериментальным театром огня и света Invisible Flame. Гастролирует с мужем по Москве и Подмосковью, завораживая людей огненным шоу. Театр, тренировки, выступления позволяет, как она говорит, выплеснуть ненужную энергию, чтобы перезарядиться. Что самое сложное? Работать в поликлинике или всё-таки на выезде? Ну, самое сложное – это работать всё-таки на выезде, потому что, когда едешь, ты не знаешь, куда ты приедешь и что там тебя ждёт. И человеку в любой момент дома может стать плохо, и ты должен быть готов оказать помощь. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щёлковское телевидение.